привет ты откуда миста суджа а вы харьков харьков сколько ветвей метро в харьков мы год сколько веток метро в харькове мы сейчас украинский не знаю мы вообще приехали сюда сколько веток метров в харькове можно на русском вы не знаете что такое ветки метро 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 да что ты так на меня смотришь ну почти получилось все вдохай ковчане да да так какие русские московитис говорит правильно учимся говорить верно я суджа знаешь такое да знаешь я суджа сейчас суджа сейчас я просто в киеве не знаю а сколько веток метро в киеве кстати что веток метро в киеве сколько сколько веток метро в киеве ты украинец боже еще и научилась разговаривать сколько веток метро в киеве позорище и хотя бы элементарщину выучить позоришься сейчас очень сильно потому что каждый киевлянин хотя бы знает что такое метро знаешь такое метро хотя бы или прям мухосаранский там такого и в жизни не видел что такое метро ладно я не знаю что я не знаю что такое метро за ветки поэтому сколько веток там еще у киеве метро я даже спрашивать не буду это вообще будет для тебя далеко от цивилизации там а ты кстати знаешь сколько ненцы обычно выпасывает оленья в тундре сколько обычно не оленей вот пасут знаешь ну там якуты бурят может это ты хотя бы знаешь это вижу нет не повезло тебя вообще не знаю как ты этой жизни будешь выживать вообще киев попадешь не знаю не будешь знать что такое метро попадешь в бурятию не знаешь не будешь знать сколько там нужно оленей пастись как дальше жить я не знаю сочувствую тебя глубочайшее сочувствие кстати нет не все у меня есть для тебя что поинтереснее вот недавно я смотрел такие интересные вещи карты советская карта 1941 года вот видишь этнографическая и здесь вот украина видишь украина украинцы живут вот и вот видишь вот там где суджа там как раз таки все украину язычные как раз там сорок первый год как думаешь почему так кому это не так сложно как не то я тебе дам подсказку я не я просто не могу понять за не за ради чего ты хочешь самоутвердиться суджане в восемнадцатом году выходили с просьбой о присоединении о присоединении к украинской державе в 1917 году подожди ты не знакомому человеку которого ты видишь первый раз ты вообще чем хочешь самоутвердиться объясни зачем вообще этот разговор начал начал вроде я увидел твою вранье чистейшая что ты попытался себя выдать за украинца украинца ты хотя бы научись говорить украинец верно говорить когда ты даже если ты будешь знать сколько веток метро в киеве хотя ты этого не знаю ты все равно спалишься понимаешь а я суджи я тебе уже отвечал я суджи ты украинец я украинец ты украинец это разные вещи разные вещи не я русским ничего не говорю в ответ ничего ничего я могу только сказать что а что такое здорово ты откуда в мисто суджа вот читаю сейчас постанову ради министра видишь 1918 года 14 августа постанова ради министров про приучения до певних украинских губерний и поветів могилевской и курской и городской губерний и какие ныне приучений до украинской державы суджанский город воронске белгородский корочанский новооскольский кольской губерний валуйский воронецкую губерний до харьковской губерний привычал а чё это ты зачитываешь чё это такое постановление ради министров о присоединении к некоторым украинским губерниях уездов а ты забыл поправочку по фрейду наверно может быть не эти все эти все уезды просили до этого присоединение вот и вот есть их записки эти телеграммы всякие о том чтобы защитили от большинства я же говорю вот поправочка тебе да может быть что может быть у меня вот оригинальные записки документ ну так это хорошо я же говорю на это же не факт что так будет так уже так есть вот смотри видишь вот это все хаты мазанки украинские в суджанском уезде корской губернии видишь все это украинские украинские хаты а это же писал еще драздов что украинское население проживающие в губерниях центрального черноземья как бы с козацких времен заселялась в украинских землях будут вот будут такие нарративы чаще всплывать наверное все будут в черноземах и жить наверняка ну да в русских вот спроли собственно теперь так все и закончилось ты все реально говоришь я с тобой согласен ну я же говорю как бы она же еще скажем так вот я считаю как бы это да ништяк прошел а чё будет дальше в четырнадцатом году как бы в четырнадцатом году уже все было предопределено когда русские решили захватить чужие земли не не подумали что вдруг может зайти украинская армия на их земли вот поэтому они что-то не подумали думали какие-то красные линии там договорник один момент как бы зашли как надолго ли без воздуха то отправить то сколько там тысяч тысяча триста без воздуха зашли сколько а то есть я правильно понял тысяча человек зашли спокойно границу перешли зашли на территорию россии прекрасно слушай если тысяча человек может заходить так легко на территорию россии то знаешь это много много обговорит второй момент как бы выйдут ли 1300 человек обратно или нет это второй момент это второй момент ты наверное не смог подумать о том что эти тысячи человек уже давно пополнили резервы сумской и черниговской области да ты про это не смог подумать ну это ж понятно я же говорю следующий доход за нами а зима близко какой следующий ход какой следующий ход следующий ход следующий ход его мы уже увидели следующий ход вы до сих пор пытаетесь захватывать наши села на донбассе там харьковском направлении на запорожском на херсонском а свои не пытаетесь территории захватывать вот это о многом говорит это вся путинская россия так здравствуйте здрасте так все отлично спасибо за свою а вот куда брить российскому маску знаете истории мульманска еще раз историю мульманска знаете нет не углубляюсь в историю понятно в чем общаетесь о чем приходится о чем приходится попадается если русский то просто как дела погода там украинцы то как правило разговор начинается с того что интересно у вас конечно диалоги разнообразные так сказать да а как думаете почему так украинцы а потому что они всех русских подадут гребенку гребут не не понял и какую ребенку то что все русские украинцы все желают да это вы так думаете что поэтому украинцы такое говорят ну это что на их территорию но так обсужились обстоятельства народ не выбирал что им делать какой на русский жене говорили там владимир владимирович то что вы пойдете на украину поля мне больше такого тоже не мы решаем так уже есть обстоятельства не вы решаете интересно а крым чей кстати если судить по годам то есть когда хрущев подарил ну как на украине когда по годам то большая часть там был украины но если смотри сейчас то крым сейчас российский на какой карте гугл я могу найти на какой карте российский крем республика республика крым откройте карту какой гугл можно открыть да не поняла почему наш разговор пошел в сторону территории территориальных принадлежностей не мы выяснили мы выясняли почему украинцы к вам так относятся говорите что крем российский так по международным признанным границам крем вот на картах до сих пор украинский кто так считает где таких посчитали что они знают вот четырнадцатом году видел что было много митингов против российской оккупации крымские татары выходили массово тысячами десятками тысяч человек почему вы захватили их крем а почему многие крымчане 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 или как правильно это значит а то что они что они русские что территория российская потому что после четырнадцатого года кучу украинцев татары так дальше их как минимум репрессировали за их взгляды как максимум те кто поддерживали украину бы ехали вы бы спросили в сорок пятом году за крым почему большинство русскими себя считает а потому что в 1944 выселили всех крымских татар с крымского полуострова с одной земли и что после этого получается крым российский ну а почему нужно потому что вы ну вот видите так правильно про вас говорят все вы говорите народ ни при чем народ вот передо мной сидит говорит что крым российский по международно признанным границам вы знаете такое понятие международно признанные границ понимаете что это значит а что такое а что такое логопед вы знаете видишь слабая позиция это как раз мает никто когда вы скажем так замкнутым вот попали в угол до вас загнали в угол вы не можете выбраться тогда вы как в ответку пух кидок мангуст люди с которыми я общалась которые живут в крыму считаю то что они покажите мне этих людей как контакт давать так как вы можете подтвердить свои слова почему на какую вы статистику опираетесь на какую вы статистику опираетесь я вот лично знаю 300 человек только я знаю 300 человек которые говорят что задолбали уже эти русские путинисты которые приехали к нам в крым и забирают наши земли квартиры отжимает и все другое в донецке также в луганске вот я таких знаю когда ваши ваши солдаты украинские бомбили донбасс 8 лет дамбили 8 лет бомбас где вы были 8 лет вот где вы были 8 лет правда уже 10 ну ладно методичка еще осталась старая поэтому будем говорить 8 где вы были 8 лет когда мы напали на украинскую землю да и учили учебники что вас в учебниках пишут я видел что ваших учебниках пишут как украинцы я видел что ваших учебниках по истории писать пишут что украинцев создал австрийский генштаб в учебниках мединского история чего каком учебнике учат вот мединского потому что непризнание народа как такого существующей нации которая самообразовалась которая миллион упоминаний в 17 веке задолго до вот этой чуши собачьей это откровенная ложь и пропаганда кстати мединский еще сказал что в россиян лишняя хромосома это он так похвалил нему они какие-то так что видите как убежаетесь на мединского понимаю соболезную а вот собственно и ваша украинофобия проявляется я уважаю украинцев потому что мне ничего не сделали а уважаешь потом крым говоришь что российский поэтому что донбасс дом били понимаешь вот эту чушь скушала пропаганду ебель своего уровня сидишь думаешь что ты что-то знаешь об украине и украинцев и вообще не понимаешь что происходит в мире вообще ничего не понимаешь что происходит мере она сейчас в третий рейх нападает на другую страну захватывает ее земли и говорит что это наше исконно исконно наше исконно наше понимаешь уже слово исконность путину повезло вами холопами которых можно кинуть куда угодно бабы нарожают готова уже рожать готова рожать обойдешься уже ждут прям как и ваше не обижайся один твой лайк это 10 новых глядачей рекомендований алгоритмами ютуба проте через безкінечнюю атаки російських ботоферм украинский контент опинився в тіньовом бане підтримай украинских блогеров лайком та подпиской не тільки на ютуб а и в телеграм-каналі щоб мати достаточку доступ до всього матеріалу використаного відео